проезжаем город обширонск милый городок очень зеленый из краснодара мы доехали сюда без пробок ну и по обширонску пробок нет сегодня прекрасный солнечный день и мы решили отправиться в путешествие водопадистые это очень красивые места очень красивый водопад и дорога к этого места тоже прекрасно и живописно спереди горы очень хорошо видны едем окраинами обширонска люблю такие кубанские городки очень уютные обширонска это районный центр довольно таки крупный город центр его очень симпатичный инфраструктура развита ну а окраины города конечно больше похоже на станицу вот мы выезжаем из обширонска навигатор нас повез на окраине едем дальше впереди очень хорошо видны горы дымки некоторые даже покрыты снегом могут не поднимаются и 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 проезжаем населенный пункт под названием новая поляна небольшой такой поселок очень миленький что-то похоже на дачный поселок расположен в лесу чудесное местечко хотя в центре уже дома побольше и опять-таки открываются чудесные виды на горы покрытой снегом горы покрыты лесом а сверху снег удивительно это среди лета целое стадо коров симпатичные коровки нужно ехать очень аккуратно купить бы еще домашнего молочка что-то никто нигде не продает выехали мы из этого поселка через пять километров будет черниговская полным ходом идет ремонт дорог дороги хорошие ничего не скажешь раньше было хуже мы здесь проезжали но года два наверное назад разница ощутима село или поселение черниговская тоже живописное селение много зелени тоже в окружении гор с очень красивыми видами подъезжаем к центру этого селения там расположен рыночек магазин и какая красота вокруг вот такая приятная площадь центральная много магазинов здесь мы купили пирожочки с картошкой очень вкусные и вот такая вот панорама горы окружают черниговская воздух здесь очень свежий такой приятный воздух чудесное место для жизни в окружении лесов гор так так Прекрасная дорога, очень хороший ремонт. Два года назад эта дорога была вообще с трудом проезжая. За эти годы ее так хорошо отремонтировали, но возможно работы еще ведутся. Интересно, эта дорога хорошая будет вести до самого Водопадистого, может быть даже до отдаленного. Два раза мы переехали реку Цица, мостики тоже выстроенные, недавно отремонтированные. Очень красивая горная река с чистейшей водой, несмотря на то, что здесь тоже были сильные дожди. Прекрасный лес окружает эту дорогу, есть участки хвойных лесов, а так смешанные грабы, дубы. Очень живописно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот и закончилась дорога. Как закончилась Адыгея, так закончилась дорога. Было написано, что мы въезжаем снова в Краснодарский край, на территории Адыгеи. Там была дорога очень хорошая. Но здесь тоже неплохая гравийка. Тоже очень красивая дорога, но без асфальта. С левой стороны обрыв. С правой стороны гора, покрытая лесом. Склон покрытый лесом. Ну, очень красивая лесная дорога. Стоят машины. Скорее всего, это грибники. Ищут грибочки. Где-то здесь есть родник. Закончился участок гравийной дороги. И снова вот отремонтированная дорога с прекрасным асфальтом. Два года назад этого не было. Здесь тоже была плохая дорога. Потому что бочные еще не оформлены. То есть и тут участок дороги тоже будет облагорожен, отремонтирован. Да, ну и вот снова дорога не отремонтирована, но работы ведутся. Возможно, это будет альтернативная дорога к морю. Почему так активно ведутся работы ремонтные. Ну, в любом случае, это хорошо. Побольше хороших дорог в крае. Это здорово. Вот объявление. Написано, что строительство автодороги село Черниговское, поселок Дагомыс. Третий этап строительства. То есть эта дорога альтернативная к морю будет идти до самого Дагомыса. Это здорово. Это национальный проект России. Мы повернули на развилки налево. Эта дорога ведет к водопадистому. Если бы повернули направо, то доехали бы до отдаленного. Дорога к водопадистому. Ну, мы-таки проезжим уже. Много машин, но это строители машины. А ты раньше ездил по этой дороге? Ни разу не ездил, да? Так что нам сравнить не с чем. Но говорят, что дорога была здесь не очень проезжая тоже. Сейчас гравийная дорога, но довольно-таки неплохая. Ну да, и здесь тоже ведутся ремонтные работы. Здесь, конечно, дорога к водопаду. Гораздо похуже. Ну, проезжая пока. Ну, там пешком все равно придется идти к нему. По-моему, да? Ну, надеюсь, что это к водопадистому будет. Вот такая экстремальная дорога с поворотами, с такими колдубинами, с водой. Вероятно, недавно шли дождики. Единственное, радует, что мало машин встречных. Несмотря на то, что это туристическое место. И здесь много обычно туристов бывает. На машинах. Очень живописно. По краям дороги огромные лопухи растут. Я таких даже не видела. Такие огромные листья лопухов. Заросли бузины. Много цветущих растений. Такая прохлада веет из леса. Очень живописная дорога. Хоть экстремальная. Здорово. Вот такая вот красота здесь. Николай остановился. Для того, чтобы уточнить дорогу к водопадистому. Едем правильно. Вот такие огромные лопухи. Навели справки. Сколько ехать еще до водопадистого? Еще километров 15. Еще километров 15. Ну, какая долгая дорога. Довольки длинная. Ну, красивая. По таким кочкам, конечно, не очень ехать никак по асфальту. Ну, что делать. Хочется посмотреть на этот водопад, который славится своей красотой. Был объявлений, плакат с надписью о том, что это зона природного горного парка, горная Адыгея. Изложены правила, которые должны соблюдать туристы на территории этого парка, этого заповедника. Нельзя разводить костры, нельзя охотиться, ловить рыбу, собирать грибы, цветы, ягоды. Ну, правильно. Природу нужно беречь. Мы продолжаем движение по этой горной, ухабистой дороге. Очень и очень красивой. Окошки в машине открыты. Мы дышим свежим воздухом. Нас обдувает приятный ветерок. Прохлада в лесу. Ехать еще километров 10. Какая необыкновенно красивая панорама. Гора. Кое-где еще даже снег лежит. Прямо как будто бы рядом-рядом с нами. Продолжаем движение по этой ухабистой дороге. Продолжаем любоваться на эти красоты. Какая яркая, сочная зелень. Удивительно. Вот мы остановились в таком красивом месте. Здесь большая смотровая площадка. И вот такой вот вид на горы. Шикарная смотровая площадка по пути к водопадистому. Очень красиво. Очень красиво. Даже страшно подходить к краю этого обрыва. Вот такая вот глубина. В этом ущелье огромная глубина. Склоны покрытые соснами. Здесь не только сосны. Здесь и другие деревья. Даже здесь не сосны. Такие склоны, покрытые в основном елями. Хвойные деревья. Вечно зеленые. Вот такое вот цветение. Здесь ромашки. Шикарные. Все цветет, благоухает. Очень-очень много пчел. Недаром здесь столько пасек. Продают горный мед. На обратном пути мы обязательно купим мед. Коля, здесь сосен нет. Здесь, по-моему, только ели, да? Да, здесь ели в основном. Воздух необыкновенный. Дышится очень легко. Какая красота. Сердце замирает. И вот снег. Остатки снега, не ставившего на горе. 1560 метров над уровнем моря. А вон там, на горе, есть дороги. Я думаю, что и на автомобиле можно по ней проехать. А может, это пешеходные тропы. Трудно сказать. Но красота необыкновенная. Едем дальше. Дорога ведет к самому водопаду. Там рядом расположена даже туристическая база. Номера с удобствами. Где можно остановиться с ночевкой. Места, конечно, очень красивые. Я надеюсь, что мы едем по той дороге. Было разветвление. Мы поехали по дороге налево. Это дорога. Да, по более накатанной дороге. Да, дорога шикарная. Грунтовая хорошая дорога. Не смогли проехать мимо. Остановились около вот такого чудесного озерца. Необыкновенная вода лазурного цвета. Очень красиво отражаются деревья в воде. Поют птички. Склоны покрыты зарослями мать и мачехи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!